Спасибо огромное. После этих песен «Богиня света», «Царица света» и «Богиня чистоты» мы отдала определенные учения, которые в большой степени мы сейчас услышим. И эти учения касаются не только линии 5.11, но и желтого креста, всего желтого креста, линии 2.8.5.11. И это те учения, которые Эль Мория и другие владыки хотели, чтобы они прозвучали перед этим ритуалом очищения оси 5.11. Итак, я прочитаю эти учения сама, так как часть из них, из тех учений, которые давала мать, мы опустим. Я прочитаю в основном те учения, которые касаются нашей сегодняшней службы. Эль Мория просил нас делать призывы о помещении кристального голубого купола над каждым домом, в котором живут хранители пламени по всему миру, особенно там, где есть сгущение тьмы, то есть во всех городах. Это необходимо, чтобы наши дома и наши жизни были защищены в этот час от основного потока тьмы. Итак, вы можете призывать этот кристальный голубой купол для опечатывания места, в котором вы живете. Если вы навсегда покидаете это место, то не забудьте сделать призыв об удалении этого купола, ибо он принадлежит вам и призывается вами благодаря вашей вере и знанию священной науки. Итак, если вы еще этого не сделали, то, может быть, прямо сегодня, придя домой, имеет смысл сделать этот призыв. Призыв о помещении кристального голубого купола над тем местом, над той квартирой, в которой вы живете, над тем домом, в котором вы живете. И этот кристальный голубой купол нужен нам для опечатывания этого места, чтобы наши жизни были защищены от потока тьмы. Мы очень серьезно относимся к той внутренней работе, которая должна быть сделана, готовясь к приходу князя мира сего, чтобы когда этот князь, являющийся стражем порога в близнецах и стрельце, придет, он не нашел во мне ничего. Именно об этом сказал Иисус, как вы знаете, когда сказал, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Такова моя цель, и об этом моя молитва сегодня говорит мать, чтобы это было истинно для каждого из вас, когда князь темного цикла в близнецах и стрельце, будь то ваш собственный страж порога, или планетарные силы, противостоящие разуму Бога в близнецах, достигнут берегов вашего существа, то они не найдут того, к чему могли бы притянуться, они не найдут того, за что могли бы зацепиться, где могли бы обосноваться. Мы будем делать призыв о том, чтобы любая часть кармы, которая не предназначалась нашей стране, сошла там, где она должна была сойти. На нашу страну подчас сходит карма, которая является результатом мировой ненависти, осуждения, проклятия и пожелания смерти. И это, в частности, исходит от мусульман-фундаменталистов, которые поклялись делать все, чтобы посчитаться с теми, кто воплощает свет. И они таили эту ненависть к свету очень долгое время. Сами по себе мусульмане – прекрасные люди. На индивидуальной основе мы нашли бы многие тысячи среди них, кого горячо любили бы, как брата и сестру. Куда бы они ни направили свое рвение, это рвение всегда исходит из молитвы и поклонения Богу, как они его понимают. Таким образом, это становится священной войной – Армагеддоном. И когда они называют свои действия священной войной, так оно и есть. Поэтому Армагеддон, по сути, является проявлением абсолютного добра и абсолютного зла через людей в воплощении. Именно поэтому это уравнение нужно принимать со всей серьезностью. Близнецы представляют Бога Отца-Мать. Близнецовая пара близнецов представляет ваши близнецовые пламена. Но в их искаженном виде мы видим Гога и Магога, правые и левые силы относительных добра и зла, а затем силы зла, разделенные на правых и левых, воюющие на земле. Я совершенно уверена, что терроризм глубоко уходит корнями в Ближний Восток. Поэтому я убеждена, что если им дать возможность, то люди, давшие эти обеты, не постесняются бомбить наши города и даже использовать там ядерное оружие. Я не сомневаюсь, что у них достаточно ненависти и сонастроя силами тьмы, чтобы сделать это, если и когда им представится возможность. Я полагаю, что карма темного цикла, сходящая в Близнецах на Ближний Восток, самая тяжелая из всей кармы, что сходит на землю. Не все славно также в области экономики Америки и ее национального долга. И мы не движемся в сторону уменьшения этого долга или балансирования нашего бюджета, как должны быть. Те, кто держит бразды правления и был способен сделать необходимое, не делают этого. Сложилась очень трудная и сложная ситуация, которая также может стать частью проблем в этом цикле. Мы оказались не готовы встретить надвигающуюся угрозу, и угроза эта может иметь такие серьезные последствия, как ядерное уничтожение или, возможно, экономический кризис. И все этой угрозой пренебрегают, не объясняя людям происходящее, не уча людей, как им обрести связь с Богом. И тогда люди предаются играм, развлечениям, занятиям спортом, рок-музыке. Они погружаются в это, топят себя в наркотиках и совершенно уходят от реальности жизни. Именно это разоблачает разум Бога в близнецах. Я чувствую, что ось 5.11 приносит к порогу нашего дома все обязанности, которыми мы пренебрегали. И нам говорят, так не может больше продолжаться. Проходя этот темный цикл, ты испытаешь то, что тебе необходимо пережить, чтобы столкнуться лицом к лицу с реальностью того, где ты стоишь и каковы твои обязанности. Это истина для каждого чела и светоносца. Мы не можем пользоваться благами этой благословенной земли, погрязнув культе удовольствий, материализма и крайней распущенности, что противно нашим душам. И посему души человечества проходят через суд. И то, что загрязняет эти души, также проходят через суд. Поэтому я считаю необходимым провести эту работу. Но самая важная причина, почему я пришла сегодня, это найти души, и, возможно, каждый из вас, сидящий здесь, является такой душой, найти души, которые действительно хотят ускориться в белоогненной сердцевине существа и отделиться от того, что неминуемо сходит на эту планету, а также понять слова Сен-Жермена, что когда приходит волна, вы не можете стоять и смотреть на нее, вам нужно уйти с ее пути. Я думаю, вы также понимаете слова, сказанные Эль Морией, великим владыкой на линии близнецов, который много раз спасал нас от проблем на пятой линии часов. Так вот, он сказал, «Гребите в собственном каноэ», что означало, «Не приводите сюда других учителей, потому что у вас есть высшее учение». Он также имел в виду, «В день испытания крайней нужды не ждите, что кто-то будет грести за вас в вашем каноэ, потому что вам придется сделать это самим». Мы проходим испытания на желтой линии космического креста Белого огня, что означает, что и вся наша изобретательность, и все наши способности будут проходить испытания. Мы работаем с пламенами Бога Мастерства, Бога Справедливости, Бога Мудрости и Бога Победы. Это время, когда нужно защищать ум и не забывать ежедневно облачаться в ауру и присутствие серафимов, в их кристальный шлем, а также призывать доспехи Архангела Михаила и его легионов. Вы должны ожидать, что ваш ум будут атаковать. Атака выражается в агрессивных ментальных внушениях. Когда ваш ум находится под ударами сильных и агрессивных мыслей, которые не покидают вас, остерегайтесь следовать им. Это может быть сила, пытающаяся увлечь вас, так же, как при игре в бильярд, когда один шар ударяет по-другому, тот по-третьему, и желаемый результат получается после того, как первый шар вызовет последовательные удары трех или четырех шаров. Это подобно цепной реакции, которая идет через несколько умов, а цель – попасть в вас. И к тому времени, когда эта мысль достигает вас, она полна агрессивной силы. Я думаю, что мы должны считаться с такой силой, как агрессивное ментальное внушение. Она разделяет семьи. Она отделяет вас от вашего духовного служения и устремленности к цели. Она вызывает разделение в ваших членах. Такова склонность и опасность в близнецах. Потому что эта пара близнецов, если у вас нет сознания божественного целого, всегда имеет тенденцию к разделению, к отделению вас от вашего Я Христа и Я Есмь присутствия. Душа может отождествиться с низшим Я и плоским умом через ложные рассуждения, подозрения, злобные сплетни и дезинформацию. Влияние дезинформации сильно возрастает в период мировых беспорядков. Дезинформация, распространяемая падшими в любой сфере влияния, например, в США, в Европе, в Турции, в России, на Украине, в других странах, все это работает. Работает даже в нашей организации, где люди начинают обсуждать ближних. И они говорят, ты не слышал, что сказал или что сделал этот человек? Неожиданно группа чела чувствует угрозу со стороны другого чела. И в конце концов надо бежать и разрешать проблему и тушить водами Божественной Матери эти огни, которые начинают разделять нас. Я не думаю, что должна быть необходимость одному чела защищать себя, используя веления против действий другого чела. Я имею в виду, что мы должны быть в состоянии проговорить проблемы, выложить их на стол и быстро разрешить, вместо того, чтобы чувствовать угрозу со стороны этого или другого человека. Это не похоже на нас, но, тем не менее, я обнаружил на этой неделе, что подобное произошло в нашей общине. И мы должны прекратить это делать немедленно. Мы должны немедленно прекратить это делать. Надо осознать, что мы одно сердце, и ум, и душа, и мы приходим в согласие вместе, и что мы должны сесть за стол переговоров и обсудить вместе произошедшее. Мы должны видеть вероломство сил, лжеиспользующих разум Бога. Они будут натравливать вас друг на друга, пока вы не уйдете из группы, решив, что близнецовый разум Бога приготовил для вас где-то в другом месте лучшие условия и какое-то более важное дело. Я думаю, важно понимать, что в жизни есть приоритеты, и что таким приоритетом является работа в команде. И я прихожу к вам сегодня во имя Эль Мории с командным духом. Мы должны иметь командный дух, который больше нашего одиночества и одиноких усилий, когда мы отделяем себя, говоря, что мне стоит сделать, что было бы лучше всего лично для меня и лично для моего развития. Если вы поразмышляете достаточно долго, то вы обязательно что-нибудь найдете, что будет полезно лично для вас. Но если вы подумаете о нуждах общины в целом, о нуждах группы в целом, то станете частью команды, чьи игроки понимают, что их положение, когда кажется, будто один купается в славе, а другой выполняет грязную работу на вторых ролях и только первый набирает очки, все это относительно и не имеет значения. Важно то, что вся команда достигает цели. Иметь этот командный дух и понимать свое положение как части близнецового разума Бога очень важно, потому что используемая антихристом тактика разделения в близнецах направлена на то, чтобы убедить вас, что ваша личная работа не важна и скрыть от вас, что если вы уйдете от работы в команде, то некому будет ее сделать. Итак, все мы незаменимы, но агрессивная сила будет убеждать вас, что вы и ваша работа не так важны, например, как работа посланника и ее работа. Но на самом деле каждый из вас также важен и каждый должен задавать себе вопрос, что случится с моей командой, что случится с моей группой, если я уйду, а не вопрос, что случится со мной. В действительности вы должны посмотреть на нужды всей команды и не должны принимать силу, которая навязывает вам мысль, моя работа не важна или она не требует квалификации, и потому любой может научиться ее делать. Это неправда. Любой не может выполнить ее. И, между прочим, где этот любой? Вы оглядывались вокруг? Я только хочу предупредить вас о том, как велика оппозиция, как велико противодействие вашей личной стезе посвящений и победе на пути вашего служения, будь то здесь, в общине или в учебных группах по всему миру. Все это находится под величайшей атакой, и потому противодействие является одним из факторов, который может помешать самым духовным людям с самыми благими намерениями исполнить свое призвание и служение. И мне хотелось бы, чтобы вы читали веления на эту тему и поразмышляли об этом сегодня. Еще хочу сказать, что вам очень пойдет на пользу очищение вашего личного храма. Лично мне очень пошел на пользу трехдневный пост на яблочном соке. Я чувствую, как возросла способность физических клеток вмещать свет. Я рекомендую вам провести такой пост. Я говорила об агрессивном ментальном внушении на пятой линии часов. Одно из искажений на этой линии часов – это невежество. Зависть, ревность и невежество. И вы слышали это много раз, но я повторю снова. Невежество – это состояние незнания, это состояние ментальной невосприимчивости, глупости, которые мы называем невежественным животным магнетизмом. Но помимо незнания, есть также игнорирование закона. То есть отсутствие сонастроя на пятой линии часов проявляется как игнорирование закона разума Бога. И когда мы игнорируем закон, мы находимся в состоянии отсутствия сонастроя особым образом. Это путь пассивности, действия по своему желанию. На самом деле это маска в виде пассивности, потому что мы сознательно игнорируем закон, но предпочитаем думать, что это происходит неосознанно. Мы якобы просто неосознанно поступаем неверно или неосознанно приступаем закон. Он как бы вне нас, и мы позволяем вещам, например, неправильному питанию или действиям разного рода, просто происходить. Мы не хотим сознаться, что игнорируем закон, а значит находимся в состоянии мятежа по отношению к этому закону. Итак, невежество – это ужасное состояние. Я думаю, что пребывать в невежестве значит быть в величайшей тьме, и это именно то, с чем я всегда боролась. Если я чего-то не знаю, то стараюсь узнать, спросить кого-нибудь, получить информацию. Терпеть не могу невежество. Если вы хотите посвятить выходные отдыху и восстановлению, то сделайте это с помощью поста и очищения. Выберите время, когда вы сможете уделить внимание своему телу. Моря говорил мне, сколько еще раз нашим телам потребуется брать выходные, чтобы выйти и провести их в погоне за мирскими удовольствиями. Я думал, что они покинули мир и пришли в учение. Итак, город соблазняет вас. Вы хотите отдохнуть с друзьями, и что вы делаете? Вы идете поесть, в кафе, радуетесь многообразной пищей, которую там подают, и местным развлечениям. Возможно, никто из здесь присутствующих этого не делает. Но если есть хотя бы один, кто поступает так, то говорю я это именно для него. Я просто хочу напомнить вам тот факт, что мы оставили мир не для того, чтобы возвращаться в него каждый раз, когда выдается хоть какое-то свободное время, которое могли бы использовать для продвижения по пути и применения данных вам учений. Трудно устраивать себе длительные посты. Нужно поститься для отдыха, молитвы, уединения, покоя. Пост – это прекрасный способ перезарядиться в конце недели. И мне кажется, что после трехдневного поста я освободилась от массы, субстанции и записей. Это истинное духовное освобождение и духовные изменения. Существуют различные уровни служителей Великого Белого Братства. Все они любимы Богом, могут занимать то положение, какое желают. Именно поэтому служение должно осуществляться исключительно на добровольной основе, ведь если оно является бременем, если служение тяготит вас, то вы более не испытываете любви к учениям. Вы теряете счастье, вы теряете радость и свободу, которые так желанны. Вы должны наслаждаться, вы должны радоваться кольцу каузального тела, которое желаете развивать. Вы должны быть счастливы на своем уровне ученичества. Возможно, вы не испытываете этого счастья, потому что находитесь слишком далеко, вне этого кольца, вне этой группы, ибо обстоятельства, долги, карма не дают вам приблизиться к бело-огненной сердцевине. Это значит, что в ближайшее время вы должны работать над освобождением себя от этих вещей. Итак, где бы вы ни находились, как чела, постарайтесь быть счастливы. Таково первое требование, чтобы вы были радостны, чтобы вы были радостным служителем Бога. А если вы несчастливы, это не значит, что вы в неверном месте. Это значит, что вы не справляетесь с оппозицией. Вы не справляетесь с противодействием вашему пребыванию там, где вы есть. Итак, сначала разберитесь с оппозицией, а когда освободитесь от нее, сможете решить, находитесь ли вы в верном месте или нет. Запомните это. Я хочу сказать вам, что в этом цикле близнецов есть огромная возможность ученичества под руководством Эль Мори. Я также хочу вам сказать об огромной возможности на 11-й линии часов, возможности учиться у Господа Майтреи в Школе Мистерий. И я хочу открыть вам то об этой 11-й линии, что увидела со всей ясностью разума Бога. Определенные индивидуумы, как известные, так и неизвестные, станут предателями этой организации. По сути, я увидела предателей мирового света, искажающих разум Бога и плетущих свои мстительные заговоры. Существует очень активная агрессивная сила, которая полна злобы по отношению ко мне лично, к нашей организации и самому свету. Я ясно увидела эту силу, бросающую нам вызов на 11-й линии часов. И, конечно же, это обратный удар со стороны терроризма, нацеленного на убийство. Терроризм – это действие, вновь и вновь приводящее к убийству Майтреи. Как аборт является убийством возможности души воплотиться, так месть террористов – это убийство возможности индивидуума учиться у Господа Майтреи. Каждая душа, убитая террористами, теряет в этой жизни шанс найти Вознесенных Ладык и учиться в школе мистерий. И так, в конечном итоге, месть в этом цикле направлена против Господа Майтреи, против его чела, против школы мистерии и возможности обучаться в ней. Вы знаете о Бога о владении, достигнутом Иисусом Христом. В этом темном цикле вы должны стать таким живым Христом, и у вас нет другой альтернативы, если вы хотите продолжать жить. Нет другой альтернативы уцелеть. Мы выживаем в сегодняшних мировых условиях, когда президент и Конгресс, похоже, совершенно не способны справиться с экономикой страны и силами, противостоящими ей, не способны иметь дело с законом кармы, который заставит каждого столкнуться с реальностью, чего бы это ни стоило. И это проявляется через болезни тела. Нет другого пути преодолеть это, кроме как каждому человеку принять решение, что он должен стать Христом сейчас. Вы делаете это на второй линии Христа, что означает победить страх, сомнение, суетное вопрошательство и записи смерти. Восьмая линия часов это записи всей мировой кармы. Весь моментум мировой кармы падает на восьмую линию часов. Вся полинетарная карма основана на несправедливости, и богосправедливость проявляется как наша решимость уравновесить свою карму в астральном квадранте и на астральном плане. В общем, я думаю, это очень тяжелое испытание. Что касается лично меня, я знаю, что надо подготовиться еще интенсивнее работать, чтобы выполнить то, что я должна сделать. Я должна сделать призывы вместе с вами на этих линиях. Я вижу, что Бог требует, чтобы мы перешли вместе на новый, потрясающий уровень достижений, которого Бог требует. Перешли, значит, стали им физически. Таков ключ к этому. Пока мы не воплотим этот уровень физически, мы не будем в состоянии встретить физические испытания, приходящие к нам. Итак, мы будем работать сегодня над этими четырьмя линиями, а не над всеми линиями часов. Мы начнем с веления Эль Мории на пятой линии часов. Итак, давайте возьмем сейчас наши книги велений. Я прошу поместить на экран портрет Эль Мории. Итак, сейчас мы будем читать веление 10.03. Перед ним призыв посланника. И прямо перед призывом мы читаем еще веление 6.05. Лорд Майкл Бифолл. Продолжение следует...